60 красочных и живых творений Виктора Кораблёва представлены зрителям в непривычном виде, ведь они сделаны в увеличенном варианте. Именно поэтому названия выставки известны и неизвестны. Ведь, встречаясь чуть ли не каждый день с каждым, кто попал в кадр Виктора Вениаминовича, мы редко можем рассмотреть их в крупном ракурсе и настолько детально. А фотоснимки именно в таком виде поражали чёткостью изображения. Скажем так, детское любопытство. Вы сидите где-то или идёте, вдруг видите, что что-то мимо вас пролетело или село там на цветочек. Красивое. Но почему бы не заснять, не рассмотреть потом более, так сказать, пристально. Поэтому вот то, что вы видите, это небольшая часть того, что удалось заснять. Может быть, это отголоски моего первого образования. Потому что по образованию я географ. На выставке присутствовала супруга автора, Ольга Кораблёва. В браке с Виктором Вениаминовичем они уже долгое время. Говорит, что все годы, что она знакома со своим избранцем, у него всегда в руках был фотоаппарат. С самого детства он увлекался фотографиями и уже более 50 лет не расстаётся с ним. Для него выйти из дома без фотоаппарата – это что-то немыслимое. А она, в свою очередь, разделяет с ним радость его достижений и поддерживает в любых начинаниях. Мы с ним знакомы. Я скажу, мне было 8 лет, а ему 9. Фактически всю свою жизнь мы с ним протружили. И он всю жизнь увлекался фотографией. Конечно, я это приветствую. Ему интересно, ему это нравится. Вот именно природа, животные, вот эти... Вот мы иногда с ним с дачи едем, вдруг машина тормозит. Он выскакивает, и я говорю, что с машиной? Он говорит, да ничего, я там что-то увидела, какую-то бабочку или ещё чего-нибудь. Убегает фотографировать. Вот, конечно, интересная. Ну, конечно, молодец, потому что, конечно, действительно, фотоаппарат у него очень-очень-очень примитивный. И, конечно, такого вот уровня фотографии, конечно, это надо иметь определённое мастерство и желание, наверное, талант. В день выставки было многолюдно. Все гости положительно оценили работы. Был заметен большой интерес к экспозициям, над которыми постарался автор. Он показал красоту нашей природы такой, какой он видит её своим взглядом – взглядом фотографа. Его фотоработы, конечно, очень красочные, очень интересные. Я жалею, что я не взяла с собой свою младшую внучку, потому что здесь такие насекомые, которых я сама никогда не видела, не говоря о том, что наши дети ещё хотели бы это посмотреть. И это видно, что человек талантливый. И он… Это надо найти даже, как это насекомое называется, как оно летает, как оно… И он всё это смотрит и всё это видит. Так что ему просто спасибо за его труд и за такую его работу проделал. Мне очень понравилось. Я даже увидела то, чего никогда не видела. И очень интересно. Я на таком формате впервые. Конечно же, я впечатлилась, потому что вроде бы как стараешься наблюдать красоту Божьего мира, но почему-то не всегда это получается. А именно сегодня осознаёшь, насколько мир прекрасен, насколько он уникален. Можно влядеться в каждое насекомое, что-то для себя познать новое. Так что, конечно же, очень много впечатлений. Всем советую сюда прийти, прекрасно провести время. Мы недавно ходили на выставку на Советской, нам понравилось, и мы захотели сюда прийти. Мне понравилось фото страуса. Талантливый и внимательный к мелочам Виктор Кораблёв сумел передать всю красочность своего видения своих фотографий. Выставка была по-семейному уютной и интересной. Полина Роцевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Продолжение следует...